Расскажи, вот как тебя занесло к ЛСП и как ты относишься к сейчас вот этому новому рэпу, к этой новой волне? Ну, сначала на второй вопрос отвечу, никак не отношусь. Это абсолютно музыка, в которой я ни черта не понимаю вообще. То есть мне периодически ставят каких-то артистов, которые сейчас, ну, якобы там, актуальны среди молодежи. Ну, это просто для меня, как человека, который все-таки занимается в первую очередь там инструментальной, да, какой-то музыкой и игрой в составе, где есть живые инструменты, это просто отвратительно. Ну, это, наверное, возраст, и я просто, может быть, не понимаю, чего-то уже отрицать не буду, но мне не нравится. В ЛСП просто я дружил с Романом Англичанином, мы там были соседями, а ребята, в свою очередь, являются поклонниками творчества группы ПТВП. И как-то мы в Минске встречались, они приходили к нам на концерт, ну, и потом на квартире я у них пару раз зависал, и ребята предложили записать пару гитар в парочку треков на их последний альбом. Вот, я записал, то есть, причем я ничего не слышал, я просто пришел, вот мне включили две эти песни, мы поиграли, и все. И потом в день презентации этого альбома в Петербурге ребята пригласили меня сыграть эти песни с ними, ну, как бы на концерте. Мы на саундчеке без репетиции просто прогнали, а потом, ну, давай посмотрим еще другие песни. И посмотрели, и в первый концерт мы играли, по-моему, 10 песен вместе, ну, то есть, я там просто на ходу, там, че, какая-то анализ. И второй концерт на следующий день в Москве их уже было 14, и потом мы уехали в тур вместе, все было отлично. На данный момент мы уже собрали живой состав, где участвует в том числе барабанщик из группы ПТВП Денис Антонов. Бас, гитара, клавиши, сэмплер, вокал, и все это звучит очень, как говорят ребята из группы ЛСП, миньетно и валютно. Ну, тебе самому нравится такая вот такая вот игра? Да, очень нравится, это очень интересный опыт, да. Ну, и, конечно, как бы ездить по залам, которые всегда набиты битком, это тоже очень приятно. Ну, вот, смотри, сейчас вот без цифр гонорары, допустим, для тебя, они намного отличаются, нежели там в группах ПТВП, там, вот, в таких, которые... Это заметно ощущается? Нет, это незаметно, потому что в ПТВП народу меньше, было с по-народу больше, поэтому, как бы... Ну, да, типа того, ну, это обычные гонорары, ничего такого сверхкосмического там нет. Я знаю, сколько получают, например, ну, некоторые из бывших участников группы Ленинград, и это, ну, просто несравнимо. Это между этим просто бездна. Вот, но это нормально, хватает на жизнь, все окей, я вообще не жалуюсь абсолютно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!